Здравствуйте зрители, здравствуйте подписчики нашего канала. Сегодня хотим вам рассказать о новой и весьма необычной модели турецкого производителя Hunt Group, модели NS-12. Итак, модель Hunt Group NS-12 это газоотводный полуавтомат тактической направленности, то есть это больше не охотничье оружие, это больше оружие предназначенное для каких-то практических целей, стрельба по правилам IPSC, какие-то тактические упражнения, самооборона, спортивно-развлекательная стрельба. То есть об этом говорит его внешний вид, компоновка оружия и его интересные моменты в дизайне и в технических решениях. То есть здесь мы видим кожух ствола, который закрывает ствол, здесь же под этим кожухом сосредоточен газовый двигатель, механизм, то есть тут все достаточно интересно сделано, он смонтирован по сути вокруг ствола, достаточно интересное техническое решение, причем данное решение оно сильно улучшает качество стрельбы, именно быстрой стрельбы, почему? Потому что уменьшается подброс ствола, то есть здесь возвратная пружина также находится здесь, соответственно она соосна с каналом ствола, и при стрельбе подбрасывания ствола намного меньше, нежели у классических полуавтоматов, где возвратная пружина, например, в прикладе. То есть это достаточно интересное техническое решение. Но самое интересное, необычное и крайне редко встречающееся в оружейном мире, в принципе, ну и на российском оружейном рынке в частности, это отъемный магазин полуавтоматического оружия, причем отъемный магазин трубчатого типа. То есть магазины классические, мы знаем, АК подобные, они отъемные, это ни у кого удивление не вызывает. Здесь у нас отъемный магазин трубчатого типа. То есть в чем преимущество? В комплекте два таких магазина, емкость 4 плюс 1, ставятся они, меняются элементарно быстро в течение доли секунд. В чем преимущество? Опять же, когда требуется вести длительную серию выстрелов, когда заканчиваются в одном подствольном магазине, ну заканчиваются патроны, простым движением убрали старый магазин, поставили новый, который уже снаряжен боеприпасами и, собственно, продолжаем вести стрельбу. То есть решение с технической точки зрения очень интересное, очень необычное и действительно вызывает интерес как с точки зрения эксплуатационного опыта, то есть не каждый день сталкиваешься с подобной конструкцией оружия, так и в принципе это действительно нечто новое, нечто интересное. И для людей, которым помимо просто вот самой по себе стрельбы, интересна еще именно техническая часть работы оружия, подобное оружие может стать интересным к приобретению. То есть это действительно надежный, хороший, качественный полуавтомат, зарекомендовавший себя очень хорошо на других оружейных рынках. Мы консультировались у других компаний, у импортеров, которые работают с фирмой Hunt Group в других странах и завозят в том числе это оружие. И отзывы о нем только положительные, то есть никаких нареканий на работу автоматики, на работу механизма, никаких нареканий по надежности здесь нет. То есть оружие действительно очень интересное и с технической точки зрения интересное, и в плане надежности зарекомендовало себя на других рынках только с положительной стороны. Думаю, эксплуатация в российских условиях будет мало чем отличаться, то есть в принципе думаю, что просто подтвердит свое высокое качество и высокую надежность данной конструкции, данное ружье. Сама фирма основана в 1992 году, то есть имеет уже достаточно длительную историю и при этом имеет полностью свой замкнутый цикл производства. То есть все оборудование, все элементы, все станки у них полностью свои, со стороны они ничего не закупают. То есть это позволяет им в том числе разрабатывать, заниматься самостоятельной разработкой, в том числе таких интересных конструкций, самостоятельно производить всю номенклатуру своих ружей и вносить при необходимости какие-то правки в уже существующие модели на основании отзыва рынков, потребителей и так далее. То есть подобная консолидация производства в одном месте у одного производителя и без необходимости привлечения каких-то сторонних поставщиков позволяет именно оперативно улучшать качество и повышать уровень производимого оружия и расширять линейку ассортимент ружей. То есть тут в принципе все достаточно хорошо, интересно и для конечного потребителя, почему это важно, потому что потребитель уверен, что это не фирма, условно говоря, какая-то однодневка, которая сегодня появилась, собралась из чужих комплектующих, несколько ружей продала и на завтра исчезла. Нет, эта фирма уже достаточно серьезной истории с большим опытом, которая никуда не денется и будет позаниматься и поддержкой своего оружия, и соответственно не будет проблем с возом запчастей и так далее. То есть это именно подобный момент для конечного потребителя является достаточно важным с точки зрения обеспечения длительности обслуживания сервиса и уверенности в том, что оружие действительно качественное и надежное. По стоимости на данный момент это ружье стоит 49 тысяч рублей, что для газоотводного полуавтомата, тем более с двумя магазинами в комплекте, такой интересной конструкции, на мой взгляд, весьма интересное предложение. То есть понятно, что это оружие не столько охотничье, сколько тактическое, но хотя сменные чоки, которые идут в комплекте, позволяют стрелять разными номерами дроби, пулей, то есть в принципе использовать его и в охотничьих условиях, но естественно там на более-менее какие-то короткие дистанции, потому что все-таки ствол 510 миллиметров, ну достаточно короткий для какого-то дальнего выстрела, но в принципе позволит охотиться на ряде видов охот вполне успешно, в том числе где требуется полуавтоматическое оружие. Ружье достаточно интересное, приходите к нам в магазин, приходите в магазины к нашим региональным партнерам, смотрите, рассматривайте, пробуйте, тестируйте. Оружие действительно интересное, на мой взгляд, учитывая стоимость и совокупность характеристик, весьма интересное к приобретению. Что касается комплектации, ружье поставляется в жестком пластиковом кейсе транспортировочном, в комплекте два магазина, один на ружье, один запасной, инструмент для сборки-разборки ружья, чоковый ключ и три сменных чока, то есть, соответственно, один в стволе, два вместе с ключом в отдельной коробочке. То есть, опять же, могу еще раз повторить, для ружья стоимостью 49 тысяч рублей, очень хорошая комплектация, очень интересный технический уровень исполнения, то есть, при этом ружье действительно оперируется очень гладко, очень мягко, очень тактильно, приятно с ним работать, поэтому, на мой взгляд, опять же, повторюсь, весьма интересное к приобретению модель ружья. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если какие-то вопросы будут возникать, пожалуйста, задавайте их в комментариях.